Девушки отдыхают Что это? Разве это не красиво? Выглядит очень красиво. Это прекрасно. Что это? Это действительно Run BTS? Где это мы? Это что, продолжение In The Soup? Что это? Run BTS? Действительно? Это так роскошно. Что за запах? Здесь вкусно пахнет. Что это? Ослепительный пир для мемберов. Мы что, должны ходить по кругу? Что это за место? Удивлены увиденным. Почему стол такой роскошный? Что это такое? Когда я учился в школе, мне очень хотелось пойти куда-нибудь и вот так вот поесть. Раньше я бывал там, перед школой. Пообедать в этом месте было моей мечтой. Это безумие. Давайте сначала поедим. Здесь я в первый раз попробовал пиццу с горгонзолой. Давайте сначала поедим. Мы можем есть, можно кушать? Пожалуйста, угощайтесь. На сегодняшнем Run BTS мы собираемся позволить вам расслабиться и повеселиться. Они приготовили фирменные блюда. Они приготовили это специально для вас, чтобы вы могли сначала набить желудок. Паровое филе с кучей чеснока. Чесночная пицца, паста и жареный рис. В еде много чеснока, который является фирменным блюдом. А да, приятного аппетита. В частности для Джина мы готовили блюдо без чеснока. Вау, это безумие. Тебе стоит остановиться на хорошо-хорошо. Как обычно. Run BTS. Окей, давайте покушаем. Давайте поедим. Стейк такой нежный. Я без ума от этого. Вау, разве это не горгонзола? Что это? Что со стейком? Стейк. Стейк действительно очень хорош. А как стейк получается таким нежным? Это очень вкусно. Это напоминает мне школьные дни. Я не знаю, что попробовать в первую очередь. Я помню, дети относились ко мне как к дикарю. Когда они понимали, что я не знаю, что такое горгонзола. Горгонзола классический итальянский сыр с плесенью. Что это? Это очень остро. Что это за острая паста? Но я был очень голоден. Это так вкусно. Это вкусно. Это очень хорошо. Думаю, это первый раз, когда я ем западную еду на завтрак. Думаю, приятно есть это на завтрак. Как будто мы за границей. Никогда не ел этого раньше на завтрак. Это похоже на завтрак, который мы ели во время Бон Вояж. Мы выставили себя дураками на этом первом игровом поле, дуя на туалетную бумагу. Я выбросил пакеты с молоком в мусорное ведро. Теперь у них шикарный итальянский пир. Вы помните вторую серию? Я не помню вторую серию. Мы накрасили губы и открыли рты. А, точно, верно. Спасибо. У нас еще остался стейк? У нас еще есть кое-что. Это было декантировано? Его декантировали три часа. Я понимаю. Самую малость. Это пино-нуар? О, сомелье. Мадмуазель? Бонжур. А, Джин? Внезапный несчастный случай во время еды. Джин, это шоу, не переживай. Я особо и не переживал. Я ел, не особо задумываясь. Почему ты все время говоришь, что это шоу? Вот это да. В стейке добавлено необходимое количество соды. Действительно? Он все это пролил на еду. Пицца залита газировкой. Миди самые лучшие. Да? Я тоже хочу мидий. Чунгук. Мидий, мидий, мидий. Чеснок действительно полезен. Надо выпустить песню про чеснок. С тех пор, как мы выпустили баттер, назовем ее чесноком? Да, чеснок. Чеснок. Раздавить как чеснок. Чимин возьмет головку чеснока, а мы закончим, когда он скажет, Ах, покажи им корейскую мощь. У Чунгука сегодня большой аппетит. Я не могу много есть с утра. Верно. Я знаю. У Чунгука непоколебимый аппетит даже по утрам. А я могу много есть. Вечером тоже могу много съесть. Но мы закончили это очень быстро. Было очень вкусно. Мы мало едим. Я думаю, вы ели много. Говорят, мы много съели. Это было примерно для 15 человек. О, правда? Это? Но мы тут все почти смели. Арем. Арем. Да. Тема сегодняшнего Run BTS. Буквально Run BTS. Прямо сейчас нам нужно пробежать 30 километров до здания компании Йонсан в Сеуле. Но вы должны бежать. Что ты сказал? Увидимся позже в Йонсане. Он читает все, что хочет прочитать. Вау, у меня действительно мурашки по коже. Это была шутка. У меня мурашки по коже. Нас так накормили. У меня мурашки, потому что это было так убедительно. И я подумал, вот почему они нас так хорошо накормили. Это действительно. На мгновение я подумал, что вы серьезно настроены. Пожалуйста, прочитай это еще раз. Сегодняшняя тема Run BTS. Это Run BTS. После Run BTS стоит запятая. Запятая после Run BTS означает, что нам следует сделать перерыв. С первого выпуска в августе 2015 года прошло 6 полных лет. 7 календарных лет с 2015 года. Мы занимались этим 7 лет над более чем 150 эпизодами. Пора сделать перерыв. Вот и все. Мы сняли много серий. Я знаю, мы сделали их очень много. Не так много концертов, которые длились 7 лет. Нет, это не простой подвиг. Это было нелегко. И так долго, если это контент собственного производства. Я знаю. Это даже не шоу по общественному телевидению. Арми с удовольствием смотрят Run BTS. Но когда мы снимали это, нам это тоже понравилось. У меня здесь появляются вены. Мы кивали, смеялись и выходили из комнаты. Нам было очень весело. Итак, как нам сделать перерыв? Научите нас, как нам его сделать. Ложимся. Сегодняшняя тема запятая. Перерыв. У вас будет свободное время в отдельном помещении. Итак, вы сделаете небольшой перерыв. И вернетесь сюда. Хорошо, хорошо. У нас есть некоторые предметы. Оглянитесь вокруг. Вы их найдете. Поищем потом. Хорошо. Я уже кое-что вижу. Поехали. Да, пошли. Что у нас есть? Цветные памятки, украшающие стену лестницы. Рамки для фотографий, которые вызывают воспоминания. Стихи, акра-стиха, присланные сегодня Арми. Это так трогательно. Рано плакать. В комнате тоже есть кое-что. Внутри есть еще кое-что. Давайте работать. Даже через много часов мы будем есть рамен. Участники читают сообщения людей. Устраивайте шоу. Все использовали тан-тан для тан. На каждой маленькой записке что-то написано. Внимание, зрители. Ран БТС. Продюсер Бан Ши Хёк. А кто любит рамен? Человек, который больше всего смеялся. Спасибо, команда Ран БТС. Я надеюсь, что последняя сцена никогда не наступит. Дорогие участники и сотрудники Ран БТС. Спасибо за создание шоу, которое всегда заставляет Арми смеяться. Шоу, которое делает Арми счастливыми. Просто глядя на него, я люблю тебя. Это Ран БТС. Мысли Арми повсюду. Ах да, у нас тоже есть фотографии. О, это 20-й эпизод. Вкус Кореи. Фотографии вызывают воспоминания. Это 145-й эпизод. А это сделано, когда мы начали V-Live. Самая первая часть. Да, это мы провели собственное шоу на Град. Что это? Это было очень сложно. О, это тот, из которого мы должны были уехать пораньше. Охота за сокровищами. Я ушел последним. Это было весело, этот эпизод. 97-й, 98-й. Пижамная вечеринка. Я пнул Кою. А ты пнул Куки. Что, мы будем пинать игрушки? Да. О, да, это Канада? Да. Почему мы все так выражаемся? Мы были в этих нарядах. Ну, а мы копируем Чимина? Да. Чимина. BTS в Торонто. Это была игра в гадайку. В ран BTS было много эпизодов с едой. Эпизод 35-й. Кимчи. Да, это эпизод с Кимчи. Но всякий раз, когда мы готовили еду, я был очень измучен. Это магнит? Эпизод 102-103. Король повара Аватара. Вы помните эту белку из ада? Тем не менее, давайте дадим им руку помощи в улучшении их кулинарных навыков. А, у нас даже есть настольные игры. Настольные игры ран BTS. Они никогда не умрут. Куда бы мы ни пошли, они там. Эпизод 21-й. Соревнования по настольным играм. Эпизод 68-й. Я видела эту ошибку из-за нервозности. Эпизод 55-й. Пикник BTS. Часть 3-я. Демонстрирует волнение своим телом. И даже сегодня. О, готово. Люди, которые становятся конкурентоспособными, как будто это их первый раз. И бывшие соседи по комнате, которые пытаются вздремнуть, несмотря на грохот. А Рэм находит стихотворение про стиха. Дай мне шанс. Они написали стихотворение. Смотрю в календарь. Гадаю, какой сегодня день. Я снова жду ран BTS. Я скучаю по тебе, BTS. Спасибо за пять строк любви и поддержки. Иногда бывает так, когда вы скучаете по людям. Ран BTS. Я желаю тебе плавного плавания. День рождения 13 июня 2013. Джин, пожалуйста, скажи это вслух. Ран BTS. Сегодняшний ведущий. Всем привет, я Джин. Ведущий. Джин. Вы помните опрос, который мы проводили? В Ран BTS Гайо. Я помню. Опрос Ран BTS Гайо? Метро? Опрос? Не метро. Мы задавали вопросы о Ран BTS. А, да. Мы спросили Арми о прошлых эпизодах Ран BTS. Ран BTS опрос. Вам интересно, какие... Вам интересно, какие у нас есть вопросы и ответы? Да, мне любопытно. Мне тоже любопытно. И мне. Шуга, пошуми, если тебе интересно. Да. Вот так, окей. Вы должны угадать ответ. Услышав вопрос. А, так много эпизодов. Вопрос первый. Какой был первый эпизод Ран BTS? Вы смотрели его? Пожалуйста, выберите каждую серию. Думаю... Разве это не первая серия? Это могло быть после Динамита. Думаю, это правильно. Что выбрал Ви? Думаю, это 34 серия. BTS Монита. Вторая часть. Как мы должны это воспринимать? Это сотый эпизод. А я выберу пижамную вечеринку, 97-й. Джей Хоб говорит, что это 30-й эпизод. Да, я скажу, что это 30-й. В каком эпизоде? Я выберу эпизод 126. Нет, 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 нет. Тот, где мы играли в игры. Мы все время играли в игры. Мы встали и поели помидоры. Разве это не для пижамной вечеринки? Да, это было для пижамной вечеринки. Песня Томата была в 31-м эпизоде. Нет, нет. Это был трусливый помидор. Всего более 150 серий. Так что это сбивает с толку. У меня были волосы, как в Диэнэй. У меня тоже были рыжие волосы. Эпизод 30-й, 31-й. Варитэ воспоминаний. Просто громкое пение ничего не поменяет. Сейчас, подожди. 30-й эпизод. Варитэ воспоминаний. Я выбираю 30-ю серию. Итак, вы оба выбрали одну и ту же серию. Чунгук тоже выбирает 30-ю. Это весело. Давайте посмотрим. Сначала объявим третье место. У Джина хрупкие ногти. Третье место. BTS Монита. Первая часть. Эпизод 33-й. Кто сказал 30-й? А действительно, что это? Я, я. Вот этот человек. Это я, я. Эпизод 33-й. BTS Монита. Первая часть. Это было действительно забавно. Ви был так хорош. Шуга был действительно забавным. Страх? Показать страх? Начинается ссора. Чимин был очень забавным в этом. Они не делали ничего особенного, но это все равно было забавно. Один дом? Мы примем это. Примем. Принято. Кролик. Что за кролик? Ключевое слово кролик. Перебивает младшего участника. Это неправильно. Неправильно. Чимин. О, Шуга был так плохо в этом. Этот эпизод был забавным. Ви угадал правильно. Это было весело. Да, он угадал. Он занял третье место. Это потрясающее третье место. Мама, я тебя фиолетовлю. Второе место. Объявляем второе место. Эпизод 41-й. BTS Golden Bell. Часть 2-я. Что это? Ладжи Бо Ла Ла. А, Ладжи Бо Ла Ла. Легендарное слово Чмина. Это было в моде. Это точно. Посмотрите на Шугу. Он должен пойти первым. Удивительно, что он все понял правильно. Нара. Нара. Искренне удивлен, Арэм. Он потрясающий. Как он догадался? Его рот. Когда он сказал Ладжи Бо Ла Ла, это выглядело как Карбонара. Это одна из легендарных серий. Он доминировал. Итак, первое место. Кто же его займет? Какое первое место? Мне любопытно. Это варьете воспоминаний, говорю вам. Как вы думаете, что на первом месте? Я не знаю. Варьете воспоминаний. Первая цифра ноль? Наверное, это первая серия. Эпизод один. Первое место. Это первый эпизод. Опен. Это первая серия. Это заняло первое место. Это было очень трогательно. Они просто наблюдали до того, как стали фанатами. Вот в чем причина. Я совсем этого не ожидал. Это была подавляющая победа. Чимин, 21 год. Очаровательный, талантливый. Джей Хоб, 22 года. Вирус счастья. Джей М, 24 года. Плечистый. Ого. Ого, в этом эпизоде вы все моложе меня. Я знаю, они все моложе тебя. Я Шуга, гений. Думаю, этих слов достаточно. Шуга. Ну ты серьезно? Эви. А у меня мурашки по коже. Это безумие. 21 год. Стильный. А Рэм, 22 года. Нам весело, когда мы одни. Ты действительно выкладываешься на все сто. Я зашел слишком далеко. Скривившись так, как наши красивые лица. Ты не в своем уме? А думаю, мы можем вам это показать. Ты был великолепен, Чимин. Я должен был сделать все, что могу. Это было во время доп, да? Да, в то время. У нас все еще была стойкость после нашего дебюта. Мы были полны духа. Я думал, что мы видели все прошлые видео, которые есть. Посмотрите на подсчет голосов. Третье место, 2100 голосов. Второе место, 2300. Это так трогательно. Хорошо. Второй вопрос. Какой ваш любимый ран BTS эпизод и почему? Я придерживаюсь своего выбора. Варьи Тэ воспоминаний. А я снова буду за сотый эпизод. Я голосую за 97. Я добавлю свой голос. Я выберу такой же, как и Джин. Сотый эпизод. Я выберу тридцатый. Это моя любимая серия. Варьи Тэ воспоминаний. Чонгук выбирает 112, 113. Школа. Дэлбанк. А, это там, где я был ведущим, да? Эпизод 112, 113. Я не мог двигаться в тот день. А я выберу эпизод 83, 85. Летняя прогулка. Я думаю, летняя прогулка будет популярной. Эпизоды с 69 по 71. Не думаю, что это будет включено. Два дня назад я смотрел серию Торонто. Это было очень весело. Да, тот момент, когда мы комнаты распределяли. А, игра в бутылочку. С крышками. Хорошо, сначала объявим третье место. Любимый ран BTS, по мнению Армии, это... Эпизод 33. BTS Монита, часть первая. Игра в фотозоны. Я смотрел его каждый раз, когда грустил. Старые соседи по комнате. А, нет, он назывался Монита. Потому что раньше его не показывали. Эпизод 33, BTS Монита. С этого момента давайте молчать. Шуга и Джин подпрыгнули после того, как фотография была сделана. Эй, Шуга, ты действительно был очень плох в этом. Зато это было очень смешно. Он так плохо играл. Он велел всем молчать. Это было самое забавное. Это уже смешно. Ах, они так плохи в этом. А мы должны это признать, это было очень смешно. Наш дуэт составил шедевр. Это было легенды. Да, это третье место. Итак, второе место, это 24 эпизод. Зомби. Живые мертвецы. Да, это было особенное лето. Эпизод зомби. О, правда. В Эверленде. Эпизод 24. BTS против зомби. Разве тогда Джей Хоуп не потерял обувь? Да. Джей Хоуп действительно напуган. Он сзади. Сзади. Ай, Хоуп. После съемок зомби сказали спасибо за сегодня. И разошлись по домам. Неверно. Разве они не фотографировались с нами? Все зомби были иностранцами. Они сказали, мы фанаты BTS. И пошли домой. За это BTS проголосовали 5300 армии. Здорово. И сейчас первое место. Есть ли у вас какие-нибудь предположения? Это школа, школа. Тогда, когда ты был ведущим. Первое место. 84 эпизод. Летняя прогулка. Ви получил правильный ответ. А, вот, вот этот эпизод. Играть в воде было действительно весело. Мы так усердно это делали. Да, мы очень старались. Бросок и... После падения было трудно подняться наверх. Да, это точно. Потому что ты стал тяжелее. И устал. Я видел только падение Ви. Ты крепко спишь, малышка. Да. Почему армию нравится эта серия? Игра в воде выглядит так весело. Это комичная серия. Ви действительно делал отличные трюки. Но была еще одна серия. Это эпизоды 95 и 96. Играем в игры прошлого. Да, точно. Это было очень забавно. Рок Бизон, верно. Да, это было твое. Это друг по имени Рок Бизон. Каменный Бизон. У этого друга много воспоминаний обо мне. Прекрати, Рок Бизон, уходи. Каменный Бизон. Даже зовут его Рок Бизон. Уходи, Рок Бизон. Действительно. Не могут удержаться от смеха, когда вспоминают Рок Бизона. Это наименее крутое английское имя, которое я когда-либо слышал. Рок Бизон был действительно забавным. Да, это было так. Итак, третий вопрос. Эпизод Run BTS или игра, которую вы хотите посмотреть снова? Хотим увидеть снова? Это волейбол ногой. Игра BTS, фут в волейбол. Всегда победа. Я думаю, что прыжки из тарзанки входят в тройку лучших. Эпизод девятый. Прыжки из тарзанки. Ави преодолел свой страх и прыгнул. Это очень точная догадка. Дебаты. Отель? Да, дискуссия в отеле. А, в бассейне отеля. 77-минутные дебаты. Эпизод 131-132. Наденьте очки. Наденьте защитные очки. Джей Хоуп. Это было так забавно для меня. Что это было? Выбор Чунгука эпизод 51. Мы много чего сделали. Мы катались на аттракционах. Почему ты выбрал именно этот эпизод? Это потому, что ты снова хочешь на нем прокатиться? Да. Хорошо. Я думаю, это должно быть в прошлом. Выбор Джей Хоупа эпизод 3. Парк развлечений. Серия, которую вы хотите увидеть снова. Итак, на третьем месте эпизод 41. BTS Golden Bell. Ладжи Болала. Я знал, что это будет в тройке лучших. Третье место. Сотый эпизод. Специальный. Комбинация BTS и фут-волейбола. Это было весело. На старт. Нельзя сказать, что это фут-волейбол. Резиновый мяч, который взлетел в воздух. Сделаем это спокойно. Джей Хоуп, Джей Хоуп. Джей Хоуп, ты действительно потрясающий. А мне жаль. Волейбол на ногах был действительно забавным. Почему ты получил такой мяч? Я попытался подложить голову, но испугался. Комбо 3. Так забавно. Это можно не озвучивать, как они играют. Только что они комментируют. Итак, первое место. У меня есть разумная теория. Эпизод 24. Зомби. Зомби? BTS против зомби. Это действительно так. Почему нашим фанатам нравятся такие эпизоды? Я не знаю. Мемберы были напуганы. Что-то вроде этого. Они любят это. Они хотят нас защитить? Нет, они хотят видеть, как мы напуганы. Говорят, мы были хорошенькие. Эпизод 24. BTS против зомби. Старшие трусы? Они хотят, чтобы друг друга... Нет. Мемберы трусят. Не хотят идти первыми. Я знаю, что зомби там. Серьезно, не делай этого. Не ходи. Ой, я был так напуган. Ты действительно легко пугаешься. Мне тогда действительно было страшно. Ах, Джей Хоб. На следующий день я потерял голос. Я был очень напуган. Камера. Он испугался оператора. Режиссер стоял здесь. Это было слишком реально. Это было очень весело. Мы не можем ходить в такие дома с привидениями. Кроме Чангука. Да, кроме Чангука. Он их не боится. А дом с привидениями страшнее всего. Разве мы не должны пойти в дом с привидениями позже? Я думаю, что ты справишься. Это может стать реальностью. А, Джей Хоб, твоя идея может стать реальностью внезапно. Ты и я, мы с Джей Хобом пошли в квест. Но он был очень страшный. Вместо того, чтобы сбежать, сразу сдались. А мы не смогли даже начать игру. Мы ничего не могли делать. Пять минут только стояли обнявшись. Почему вы втроем пошли в квест? Почему? Потому что он взял меня и Чимина. Да, точно, два мембера остались в общежитии. Итак, четвертый вопрос. Эпизод, в котором Арэм играл активную роль и почему? Арэм? Лучший эпизод каждого участника. А, это для каждого участника. Это был футбольный волейбол. Очень неожиданный эпизод. Я часто смотрю видео о коллекции Арэм. Я тоже их смотрю. И тот, в котором он всегда включен, это 97-98, когда Чунгук пинает Коя. Арэм также пинает Куки. Верно. А я выбираю, где Арэм поет Memory of the Wild. О, это было круто. Эпизод 28. Добро пожаловать на ваш первый МТ. Часть 2. Арэм очень душевно спел. А, сауна. Помните, вот это сауна? Четыре города. Четыре города? Какие четыре города? Это было весело. Эпизод 136. Кванжиу, четвертый столичный город Кореи. У нас все еще есть один, на который никто не ответил. Итак, лучшая от Арэм это 103 эпизод. Аватар готовки. Часть 2. А, это там, где он соль вместо сахара взял. Это моя лучшая сцена. Вау. Эпизод 103. Аватар готовки. Часть 2. Очисть лук. Во-первых, нужно очистить лук. Проверь, есть ли куриный бульон. Что? Куриный бульон. Положи чеснок в кимчи. Хорошо. Окей, положи туда его. В замешательстве. Куда положить? Он не туда положил. Это действительно было катастрофой. А я не помню. Я не знала, что было что-то подобное. Это действительно легендарно. Но я не знала об этом. Второе место. Память ветра. А, память ветра. Уви сегодня хорошее предчувствие. Ветка. Он действительно кое-что отгадал. Ви, с твоей острой интуицией, пожалуйста, выбери лучшую сцену для Джина. А Джин, как ты думаешь, какой лучший эпизод с Джином? У Джина много хороших сцен. Я пойду с тем, что он... Правильно понял, Ладжи Була-ла. Да, это было лучшее. Он был великолепен. О-о-о. Что о-о-о. Что вы в первую очередь сказали, когда родились? О-о-о. Эпизод 42. Спортивный челлендж. Какое твое любимое число? Пять. Произносится как о по-корейски. Первое слово, которое вы сказали, когда родились. Ладно, хорошо, возьмем эпизод с Ладжи Була-ла. Сто девятнадцатый? Это недавний эпизод. А, фото. Это репортаж. Когда ты был шпионом. А, шпион. Он действительно был хорош тогда. Идеальный шпион. Эпизод сто девятнадцатый. В сегодняшней миссии была скрытая вещь. В сегодняшней миссии был шпион. А, был шпион? Здесь все фотографии сделаны и со шпионом. Лицо Джина совершенно не меняется. А мне продолжают отводить роль шпиона. Ты не понял игру. Ты что, шпион? Почему я? Джин действительно шпион. Он слишком остро реагирует. Я могу это сказать сейчас. Это было действительно сложно. Так смешно. Я совсем не знал. Что? Я совсем не знал, что ты был шпионом. Монтаж такой забавный. Это ты, Джин. Это было весело. Чунгук был таким забавным. Итак, следующий лучший эпизод для Шуги. Я думаю, это был... Думаю, для Шуги это будет... Я был довольно забавным. Я был в хорошем состоянии. Ты также был забавен в эпизоде с дебатами, когда разговаривали. Я готовлю свои хлопья. Эпизод сто тридцать первый. Не скрещивай руки. Не скрещивайте руки. Дебаты. Ты говорил смешные вещи. Я думаю, у первого эпизода большие шансы. Это эпизод открытия, как ты думаешь? Когда я увидел это, я подумал, армия могут понравиться такие вещи. Разве это не зомби? Живые мертвецы? Зомби? Его реакция говорит о том, что это неправильно. Разве это не показывает его крутую сторону? Или Шуга, удивительно заботящийся о других людях? Почему ты говоришь это с таким лицом? Итак, лучший клип для Шуги, эпизод одиннадцатый. Школа. Мин Юнджи. Она обрана двенадцать тысяч голосов. А, это тоже смешная. Юнджи получил так много голосов. Посмотрите на его лодыжки. Лодыжки тонкие, но ступни большие. Размер моей ноги двести семьдесят. Я же тебе говорил, я выгляжу в точности, как моя тетя. Это бывший Шуга из BTS. Все выглядят расстроенными. Новый ученик может сесть за Чангуком. Юнджи самый впечатляющий персонаж. Среди всех эпизодов ран BTS. Зарубежные армии, они всегда загружают это изображение. Всегда верно. Итак, лучший клип для Джей Хопа. Думаю, когда я был удивлен или споткнулся. Нет, нет, это что-нибудь крутое. Где-то был крутым на ран BTS. О, я когда-нибудь был крутым. Я даже заикаюсь. Теннис. Ни за что. Реакция Джина кажется такой. Нет, это должно быть теннис. Это теннис? Теннис, да? Теннис? Давайте скажем теннис. Ни за что. Лучший клип Джей Хопа. Эпизод 129, теннис. А вот неужели? У него более 12 тысяч голосов. Это лучший бывший игрок. Да что ты говоришь? А Джей Хоу. Джей Хоу подключается. Он крутой. Да очень круто. Итак, бронзовый призер, да? Бронзовый призер. Теннис. Это было как в кино. Итак, сейчас какой клип Чимина был бы лучшим? Ладжи Бу Ла Ла. Это определенно Ладжи Бу Ла Ла. Это убедительная победа. Ладжи Бу Ла Ла. Это то, что мы считаем забавным. Я не думаю, что армии голосовали за забавные клипы. Лучший клип разве это не Ладжи Бу Ла Ла? У Ви довольно хорошее предчувствие. В бассейне отеля. Чимин проделал это с хлебом и изюмом. Он сравнил анг и ах. Что? Сколько подробностей. Какой это эпизод? Вы все еще это помните? Да, я сделала это. Эпизод 132. А зачем вы поддерживаете изюм? Я должен это мягко жевать, как анг. Но я продолжаю как ах. Не ешь. Это просто не ешь. Каменный бизон? Может быть каменный бизон? Но это... Рок бизон, да? Нет. Не думаю, что это что-то крутое. Клип Чимина очень классный. Он просто говорит. Я не думаю, что он это имел в виду. Итак, лучший клип Чимина Ладжи Бу Ла Ла. Он получил 13 270 голосов. Он получил самое большое количество голосов. Рам БТС полностью принадлежал тебе. Эпизод 41. Причина, по которой Ладжи Бу Ла Ла стала вирусной, заключается в том, что Чимин написал песню с Ладжи Бу Ла Ла, верно? Это было похоже на Ладжи Бу Ла Ла. Ладжи Бу Ла Ла. А мы должны его выпустить. Мы должны выпустить эту песню. Итак, лучший клип для Ви. Это очень неожиданный эпизод для Ви. Я тебе больше не доверяю. А это по-настоящему. Серьезно. Это реально. Там, где Ви очень красивый. Эпизод 99. Флорист. А да, он там был очень красивым. В мастерской было очень весело, когда глиняные горшки двигались. Вот эта штука, она упала. И все раздавилось. Все было разрушено. А, да, точно, мастерская. Я согласен. Думаю, это мастерская. Не помню, какой это был эпизод. А вы помните? Эпизод открытия. Первый эпизод. Это когда он играл на губной гармошке. А, гармоника. Лучший клип для Ви. Эпизод 128. Привет, 2021 год. Ты знаешь, что это такое? Ты собираешься это сказать, верно? Я не знаю. Ой. Пожалуйста, только не говори. Джей Хоб. Ну, делай это. Ладно, ладно. Сделай это правильно. А, верно. Ах ты. Как ты мог. Я попросил тебе не называть это. Зеленый свет, красный свет. Шок. Это был лучший клип, да? Это было очень забавно. Это то, что хотели бы армии. Итак, у вас последний выпуск. Верно. Последний эпизод для Чунгука. Чунгук. Какой лучший для тебя эпизод? Думаю, дело в этом. Не в этом ли? Вот так вот, ярость. Я тоже так думаю. У Чунгука много хороших эпизодов. Но Чунгук, возможно, он был очень крутой. В эпизоде 84, летняя прогулка. Он прыгнул с тарзанки. Эпизод 9, прыжок с тарзанки. Это было немного неожиданно. Тогда, я думаю, мы получили ответ. Все верно. Если он говорит, что это неожиданно, пойдем с этим, хорошо. Давайте попробуем. Участники так хорошо знают меня. Лучший клип Чунгука, эпизод 119, фоторепортаж, вторая часть. Это неправильно, а картинка исчезнет. Разве он не милый? Разве это неправильно? Здесь только один. Его диалог. Их двое. Ах, мир это ложь. Чунгук в ярости. Вторая ярость. Это Джин, это Джин. Чунгук. Яростный Чунгук все еще веселится. Это было забавно. Я думаю, это был лучший клип. Все. Это весело. Итак, следующая тема. В какой ситуации я смотрю ран BTS? Это убедительная победа. Убедительная победа? Первое место это еда. Во время еды я не могу пропустить обед. О, да неужели? Эпизод 70 Торонто. Эпизод 140. Сотрудничество с поставщиками игр. Бесплатное время для еды. А, это так вкусно. Когда устал и грустно. Когда они хотят смеяться. Эпизод 60. И эпизод 106 фото выставка. Когда они скучают по BTS. Эпизод 120. Эпизод 9. Прыжок с тарзанки. Армия, я люблю вас. Эпизод 136. Что-то неожиданное. В этой ситуации я смотрю ран BTS. Когда семья собирается. Когда мы все вместе. А правда? Когда мы были молоды, вся семья смотрела что-нибудь вместе. Ран BTS шоу для семейного отдыха. Таким шоу для них стал ран BTS. А, да. А что они подумают о Ладже Булале? Ран BTS предназначен для широкой публики. Верно. Это подходит для всей семьи. Для всех возрастов. Это очень мягко и легко. Верно. Спасибо армии за голосование. Заканчивая воспоминаниями. Что нам теперь делать? У нас был опрос, чтобы выяснить. Какие игры армии хотят, чтобы BTS снова сыграли. Лучшие три игры Ран BTS, чтобы сыграть снова. Различные викторины для эпизодов Ран BTS. Это лучшая сцена дня. Ждите с нетерпением новая версия легендарной игры в фотозону. Дебаты с водными пушками вместо водоемов. Пушин будет зависеть от результатов игры. Если вы вспомните предыдущие серии Ран BTS. А зомби? Нет, мы подготовили для вас викторину на тему Ран BTS. А, хорошо. Я не могу ошибиться, как фанат Ран BTS. Среди ранее выпущенных Ран BTS, эпизод с наибольшим количеством просмотров набрал 19 миллионов просмотров. Какой это эпизод Ран BTS? Шуга. BTS против зомби. Нет. Сотый эпизод, специальный выпуск. Нет. Рэм. Эпизод, первое открытие. Нет. Я собирался это сказать. Я подумал, что это ответ. Ви. Летний пикник. Небольшая подсказка. Это не было снято в Корее. Джин, Джей Хоуп. Ви. В Торонто. Эпизод. В каком эпизоде? А, нет. Э, Джей Хоуп. Подождите. Почему бы и нет? Я работаю над этим. Подождите секунду. Подождите, Джин, Джин. Это 69 эпизод. BTS в Торонто, часть первая. Нет. Рэм. Эпизод 71, BTS в Торонто. Нет. А Ви. Эпизод 70, BTS в Торонто. Нет. А, правда? Подождите. Мне тоже это понравилось. Эпизод 70, BTS в Торонто, часть вторая. Это когда мы покупали футболки. Я три года носил рубашку, которую купил мне Чунгук тогда. О, спасибо. Переходим ко второму вопросу. Какой эпизод набрал больше всего лайков? А, Джин. Эпизод? Сначала послушайте. Закончите предложение. Большинство лайков набрал эпизод 65-й школа. О дебатах о мятном шоколаде в школе BTS. А, правда? Эпизод про мятный шоколад. Сколько лайков он набрал? А, откуда я знаю? А, Джин. Полтора миллиона. А, слишком мало. Для масштаба BTS. Было 19 миллионов просмотров. Сердечки. Это должно быть сотни миллионов. 180 миллионов. А, Рэм. Больше миллиарда? Нет, это неправильно. Это не может быть больше одного миллиарда. Это больше. А, серьезно? Джей Хоб. Около одного миллиарда. 998 миллионов. Это что, аукцион? У нас 900 миллионов. Больше 900 миллионов? Сколько? Ви. 1 миллион 800 тысяч. Почему ты копируешь меня? Я тоже собирался сказать 1 миллион 800 тысяч. Ты сказал 800 миллионов. Рэм. 1 миллион 200 тысяч. Сколько лайков? 1 миллион 300 тысяч. Я сказал самую высокую. 1 миллион 300 тысяч. Хорошо, я сказал 998 миллионов. Я тоже был близко. 40 миллионов. Кто рядом? Я сказал 300 миллионов. 1 миллиард 74 миллиона. О, Джей Хоб. Джей Хоб угадал. Это был 1 миллиард 47 миллионов. Отлично. Итак, следующий вопрос. В части 3 эпизода 85-го. Летний пикник. А вы готовили друг другу Монита подарки. Ладно, ладно. Я помню. А мы сделали это на барже? Да. Монита Джей Хоба был Чимин. Я должен на это ответить. Это Чимин. Он записал компакт-диск для моего сингла «Промисс». Верно. Эпизод 85-й. Что это? Что это? А, ты невероятен. Он сделал диск «Промисс». Сингл-диск. О, мы должны поаплодировать. Это потрясающе. Вот это да. Это единственный экземпляр. Во всем мире. О, вот это да. Чимин, спасибо за отличную музыку. Пожалуйста, продолжай делать хорошую музыку. Пообещай мне сейчас. Да, любит старшего брата. А у тебя до сих пор этот диск есть? Конечно. Он еще у тебя? Да. Следующий вопрос. В части 4 эпизода 56. Как называлось стихотворение Чимина? О, это сложно. Откуда мы это знаем? Он даже сам не знает. Эпизод 56. Быть вместе, кажется, довольно сложно. Мы встречаем людей, которых не знаем. Людей, которые такие разные. Чонгук, это было во время фейк лав. BTS, неправильно. Чимин, что значит быть вместе? Это не в счет, потому что это он написал. Верно. Я тоже не ответил. Чимин, быть вместе. Неправильно. Быть вместе. Шугарем. Что значит быть вместе? Верно. Ты. Так весело дразнит Чимина. Следующий вопрос. В части 2 эпизода 92. Мы спрашивали вас о ширине плеч Джина. Какое было измерение? Ави. Чимин. Ави был быстрее. 52. 52. Неправильно. Шуга, шуга, 54. Неправильно. Чимин. Арэм, арэм. Чимин. 48. 48? Это правильно. Нет, было не 48. Но я не уверен. Верно, 48. Правильно. Тогда у меня были почти такие же плечи. Это не в счет, потому что у него были такие же плечи. А Макнэ живет, чтобы дразнить своего Хиона. Хорошо, я буду считать это ответом, если твои плечи все еще 48 сантиметров. В прошлый раз было 50 или 52. Мы измеряли. Верно, но давайте мы измерим сейчас, да? Пожалуйста, измерь отсюда. Хорошо. 88 сантиметров. Сверх широкие плечи. О, он в ширину такой же, как и Тихий океан. Теперь мы действительно хотим узнать, насколько широки его плечи. Подглядывает. Нет, любопытствует. Насколько широки плечи Джина. RunBTS викторина добавляет тепла. Нет-нет, Чунгук. А Рэм? Кто знает и любит RunBTS больше всего? Снова с игрой в фото-зону. Рассмешить армии. Сделано. Последняя работа в 2021 году. Только на RunBTS. На следующей неделе. Одна задница против двух. Я знал, что они могут такое спросить. RunBTS дебаты вернулись. Вы сделали это запретным словом? И ответ BTS армии. Волнительно и трогательно. Я уверен, что вы такие же, как и армии, которые любят BTS. Перерыв не означает конец. Пожалуйста, оставайтесь с нами на следующей неделе. Итак, раз, два, три. Из Великобритании в Южную Корею. Мы получили сообщение. Сообщение из Великобритании. Поздравительное сообщение от гостя Чимина. Совместный эпизод. Чимин. А это безумие. Сон Хэнин. А мне очень жаль. Теперь он хочет выкликнуть свое имя. Здравствуйте. Я Сон Хэн Мэн. Приятно познакомиться. Я ваш большой поклонник. И я поздравляю вас с новой песней. Я уверен, что она попадет в мой плейлист. И в прошлый раз Чимин был на развлекательном шоу. Мне очень понравилось твое видеообращение. И в подарок я приготовил форму с автографом. В подарок моим друзьям. Моим друзьям это понравится. Вот это да. Это потрясающе. Он отдаст тебе это. Я всегда буду поддерживать тебя. И изо всех сил буду стараться оказывать такое же влияние, как и ты. А вы уже это делаете? Уже, знаешь? Я постараюсь оказать вам большую поддержку. Это видеозвонок. BTS. Сражайтесь. Файтинг. Супер. Файтинг. Я не знаю, посмотрит ли он это, но... Мы сделаем все возможное, как и ты. Сообщение от Чимина. Файтинг. Да. Он прислал нам это. Он сказал, что хотел бы участвовать в шоу. Да неужели? Шутки в сторону? Второй сезон. Поехали. На этот раз футбольный эпизод. Сон Хэн Мин. Еще раз спасибо за такую внимательность. И за то, что подарил нам эти футболки. Большое тебе спасибо. Хорошо, он уже делает фантастическую работу. Но мы желаем вам и дальше процветать, как игроку мирового уровня. Да, король футбола BTS. Файтинг. Это была озвучка Джей Куб. Не пропустите следующие эпизоды Ран Битис. Ран Битис. Субтитры сделал DimaTorzok